Да ешь киевские та вашингтонские пагорбы. Ну чё ж, друзья, та и не другие теж. Америка на всю планету удоводнила, доказала, что она не соросовские штаты Америки, а что она United States of America, Great America, again, and again. И этот Майдан, занятие Капитолия, даже вопреки тому, что Трамп немного перепугался всего этого, всё это доказало, что это самый, что ни на есть Майдан, антитерпиловский. И Америка подтвердила, ещё раз, Америка подтвердила значимость и достоинство простых людей во всём мире своим экземплом, своим примером на то, на что? На протест, на Майдан. Что досыть терпиты, говно. Даже говно от тех соросят, которые и делали разные фиолетовые и тому подобные революции. Цветные, как говорится. Но потом они захотели этими революциями, как золотой рыбкой, владеть. Мне Америка доказала сейчас. Я вот, честно, не анализировал, не, ну, естественно, левать-то там вообще нечего анализировать. Но я даже не анализировал тех, которые по стороне Трампа. Я так обухом, пубух, что есть, как бы, на карте, то и предоставляю вам. То есть, у нации американской, у тех, кто считает Америку своей нацией, у тех мало времени на то, чтобы распуфыриваться, организовывать там чайпитие, чтобы туда Руслана приезжала, всякие пиздуны на сцене и вещали там пафосную трендежь. Им достаточно было пафоса Трампа и своей убежденности в правоте своего дела. Они вышли, заняли капитули, все, как и по Конституции, чтобы быстрее сделать давление на воров, на чмыреи, на этот рахелерский, левацкий образ дипстейта, вот эти службы, CIA, суды, сраные левацкие масс-медиа и тому подобное, кстати, которые забанили в Твиттере и в Фейсбуке Трампа. Вообще охреневший наглухо. То есть даже Трамп испугался от этого всего и начал отнекиваться, отшоркиваться и отшушариваться. Я хочу начать с отвратительного нападения на Капитолий Соединенных Штатов. Как и все американцы, я возмущен беззаконием, насилием и беспределом. Я немедленно развернул Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для обеспечения безопасности здания и изгнания злоумышленников. И заметьте, они не были продажны путиняшей, они не были продажны путиновским, кремлевским говном. Это они не упали еще, как вот французы, до такой планки, как желтые жилеты и тому подобное. Они там были инфильтрованы всякими там этими, блин, путиноидами. А тут от сердца америкосы с флагами, американскими флагами, вышли доказать удовольствие себе прежде всего, своим чмырям, которые охренели. Они знают по Библии, до чего доводят богатство и власть. Вот они вышли этим гнидам доказать, что они есть и их 70 миллионов с оружием. Это вам не с кастрюлями нахер на Майдане, по которым стреляет Беркут, а мы потом ждем весь штурм, покуда патриоты не подвезут какие-то там дробовички масненькие, чтобы попугать хотя бы, блин. Они сразу выходят и сразу делают дело. Они поплыжничают, блядь. Короче, они поплыжничают с предательскими сценами Майдана, как у нас произошло в 2014 году, за что погибла небесная сотня, за гнид вонючих олигархов, да? Нет, конечно. За то, чтобы мы были в Европе, за то, чтобы мы были в НАТО, чтобы мы отождествлялись с достоинством и самосуществованием. Вместо этого они НАТО. Они ничего толком, блядь. Лазим, блядь. Тут украинки, волынянки, машины моют в печеркарне, блядь. Этим сраным пердостаром вонючим, блядь. Какая полька пойдет машины мыть, а эти моют, блядь. Молодые красивые телочки, блядь. Потому что им деваться некуда, блядь. Они поза жизнью. У них нет таких ресурсов, как на России, блядь. У них есть только чаморочная, вонючая, предательская власть. Которая может только пить в кабинетах, блядь, европейских, вонючих, блядь, сраных. Шампанское, придавая интересы Украины, блядь. МЗС и тому подобное. И везде так, блядь. Куда им деваться, кроме мыть машины вонючим, блядь. Так хочется матом загнуть. Козлявическим. Работодателям этим сраным. Старым, пердостарым, блядь. Вот и все, блядь. Но Америка доказала, что они не такие. Они вышли, сразу заняли. Они заявили себе, что хват досыть нас, внущатыся. Натерпила, дистала. Вот они походили, походили. Да, погибшие. Это не знаю кто, что, от чего. Может какие-то провокаторы. Может от тех самых леваков провокаторы. Не в этом дело. Дело в том, что они быстро делают эти дела. Они рассусоливают на месяца, недели, года, блин. Какой год уже войны, блин. А мы не в НАТО. И мы там не получаем инфраструктуральные, многомиллиардные фонды европейские. Потому что это же наш отчий дом, Европа. Так же, как и ныненькая ветчизна наша, Украина. Хотя Европа нам щебетала, блин, что так важны правовые, панство права, правовые государства. Так важны, блин, ихние ценности. А когда мы пришли на крови Майдана, к этим ценностям, они им сказали, они нам сказали, Аривидерчи, Аувидерзен, Гудбай, Май френд, Бисбальд, Гет, Гет даун ираунд, катитесь вы, блин, плойбом. Нафиг вы никому не нужны. Вы нужны только как раб сила. Никакой НАТО мы вас не принимаем. Не хотим мы вас. Потому что вы будете цыганить от нас бабки, блин. Не все нафиг. Вы развеетесь, потому что у вас, блин, 40 миллионов, блин, и вы станете потужнее нас еще. Нахер вы нужны. Вы нам нужны как буферная зона, как те, которые, блин, проливают кровь за наши миллиарды. Вы нам нужны только для услащения Кремля, Рашке. Только для этого. А мы говорим, а как же европейские ценности? Так они говорят, это же для нас европейские ценности. А для вас, блядь, Арбайт, блядь, давайте запердалите. Никаких не бизнесов вам, не развития, ничего, блядь, не нанотехнологий, блядь. Будьте в найманцах, примаках и далее, блядь. Хо, но это ж несправедливо. Так вот, несправедливо. Вот против такой же несправедливости и повстали правые американцы, блядь. И доказали. За один день взяли Капитолий, блядь. А щебетать будет элеватория и всякая политолатория, блядь. Хай не щебечет, хай не обосрутся в своем щебетании, блядь. Моя правота, блядь, это христианская правота, в которой написано, блядь, что демократия и God's law и God's trust понад усы. Вот непосредственными действиями демократии американцы нам удоводнюют як треба. Они спиваты и лапзаты, блядь, месяцами, а потом в наймаках, примаках, влачить жалкое существование поверивши наперсткам вонючим, блядь, поверивши Макронам, Меркелям, блядь, и тому подобным шмандилям, блядь, кидальщикам, сарасятам, блядь, поверивши. Вот так, верьте дальше, блядь. Так, верьте, верьте, покуда наступна Калина очередная банда Муравьева не придет и не повырезает и Киев, и Харьков, и тому подобное и загонит всех, блядь, под плинтус, под тот плинтус, мазафака, под которым Украина, благодаря кому, кому, винить нафиг, кого-то ж надо повинить, да, была на протяжении от, блядь, языческих веков, блядь, до день сегодняшний в нигде. И вот, что, друзья, оказывается in real truth события, которые происходили при взятии Капитолия, так сказать, оказывается, что демонстранты, когда брали Капитолия, то есть их полиция туда якобы чуть ли не впустила специально для масс-меди левацких, они же ожидали беспределы, они ожидали там BLM-овский беспредел, а теперь думайте, украинцы, только не теми мозгами, которыми вы думали, через что столько веков Украина была в разборах и на коленях с сателлитом, блядь, перед другими государствами, любыми. То есть демонстранты там ходили и пришли не для того, чтобы делать там BLM-овскую анархию, беспредел, маразм, они пришли там туда, как к своей почетным, к своему почетному органу государственному. Они там вели себя, как я вел с почтением, да с почтением, умилением в Королевском музее в центре Копенгаген. Вот они там себя так вели, только я ходил там в бахилах, а они там явно без бахил, с флагами американскими. То есть это было утверждение демократия, это был порыв, это порыв правды и справедливости. Без Руслан и тому подобных певцов, хороших даже. И поскольку там нация, благодаря тому, что она даже имеет оружие, уверовала в том, что они народ, что они нация, что они не чморобыдло, блин, на коленках. поэтому они и повстали. Даже перепугался, проликался сам, который их повставал. Но значит, что это? Это значит, что даешь Вашингтон и даешь Фиев forever. Это значит, что киевские пагорбы и капиталистские пагорбы, холмы, должны быть и для нас, и для них, ну, не то, что там государственной, больше так, политической святыней, потому что святыня у нас это кровь Христа, который за нас отдан, за наши, эта кровь была отдана за наши грехи чаморочные, раболепские. И призыв, я думаю, надеюсь, американцев, правых американцев услышан, что повставать, повставать за свои права, прежде всего, за праведные права, потому что мы ж в большей мере, в большей мере, не все, конечно, христианская держава, как и Америка, in God we trust, как и Швеция, которая часто забывает о своих правах христианских на себя, прежде всего. И тоже там левацкая зараза поднимает головешку свою. Он цунбай шпиль, different words, underrewarded, заген, to say something I have to представить вам. Я могу вам сказать так еще, как не называют шведов викингами, варварами, древними и тому подобное, северным народом, но они не были в разборах. Их империю, их народ, их нацию практически никто не порабощал. Они даже датчан тюхали, забрали у них весь материк, в котором сейчас в Швеции находятся. Да, конечно, есть и у поляков обидки на шведов. Они сделали Польше потоп, так называемый, завоевывали ее часто. Но дело в том, что поляки умиляются, умиленно и со сладострастием ездят в эту Швецию и там не то, что там припоминают со злом или еще как-то там политическом уровне шведам высказывают что-то, что они были завоеватели там, когда-то там Збигнев ваза был и тому подобное, совместные шведские правители. У нас тоже с Польшей были совместные на Волыне королевские семьи и правители. Но они до сих пор поляки одевают эти футболки псевдопроваки в основном. Одевает в Варшаве политические всякие демонстрации небыто правых радикальных польских организаций. Волынь 43 обвинения в украинцах летят постоянно. И это в то время, когда те самые украинки красивые молодые моют машины этим гребаным пердостаром работодателем польским. И они обвиняют украинок, украинцев во всех грехах. Но Швеция сделала им гораздо больше в средних веках гораздо больше жестокостей о варварстве и тому подобное. Но они туда умиленно ездят и им за счастье там поработать, потому что они заработают два-три раза больше, чем в Польше. И никто не нарекает на Швецию. Сколько еще раз можно постоянно сравнивать, сравнивать и сравнивать. Оно все как стенку горохом. Происходит эта херня уже долгие века и года благодаря адептам так званого называемого русского мира. Но на самом-то деле вы должны на сто процентов себе когда-то схавать и понять, что есть русский мир. Для россиян, для украинцев, для поляков и тому подобное. Это прежде всего хлопцы, девчата, это обыдлячивание народа и населения своего. Делание из нации говно послушных барлаков на Волге. Вот и все, что знать нужно о русском так называемом мире. Нет русского мира. Есть политика обыдлячивания кидалова своего же населения и делания из нации ховно. Послушная алихархату и ворам. Прежде всего, это воровская культура. А вот эти оценивания русский мир, русский мир, мы любим русский мир, русский, французский. нету русского мира, есть только обыдлячивание населения правителями, которые стоят во главе этого русского мира. Вот и все. И мы, беря пример из этого говна, мы повторяем лачение жалкого существования, обыдлячивания и вставания на коленках сателлитарного. Это стыд, позор. Так что даешь киевские та вашингтонские пагорбы. Да благословит вас Бог и благословит Бог Америку. Редактор субтитров